Были обладателями трешки, а стали в прямом смысле бомжами. Пенсионеров из Оренбурга, опекающих несовершеннолетних внуков, выселили из квартиры. Историю Марата и Марья мы уже рассказывали три года назад. Тогда пожилые люди пытались в суде отстоять свое жилье. Напомню, прежние владельцы квартиры, у которых ее и купили супруги, провернули аферу. В итоге договор купли-продажи суд признал недействительным. Пенсионеров с внуками попросили освободить квадратные метры. Только вот денег им, почти 3 миллиона рублей, до сих пор никто не вернул. Моя коллега Юлия Гафарова несколько лет следит за судьбой этой семьи и каждый раз поражается, как просто можно оказаться на улице. Мы пришли на суд, узнаем, что наша квартира уже арестована. Эту просторную трешку на улице Бреска несколько лет назад Марат и Марьян купили, продав собственный дом. Но радость новоселов была недолгой. Ее омрачила судебная повестка. Менсионеры поверить не могли. Выяснилось, их новое жилье трижды сменило владельцев. Предыдущая хозяйка оказалась мошенницей, которую позже осудили, а первая владелица вообще психически нездоровой. Предыдущая хозяйка признает себя недееспособной в момент совершения сделки купли-продажи. В общем, первая владелица смогла доказать, она больна шизофренией, а продажа квартиры была большой ошибкой. Договор купли-продажи суд признал недействительным. Пенсионеров попросили освободить квадратные метры. И это при том, что они опекали троих несовершеннолетних внуков. Мы объясняем, что, стоп, ребята, у нас есть опекаемые дети, они несовершеннолетние. И вы хотите нас выгнать. Я говорю, ребята, а деньги кто будет возвращать? Вы дайте нам деньги, мы купим другое жилье. Прошло три года. За это время жизнь сильно потрепала пожилых супругов и пошатнула здоровье. Вот этот дом, вот три окна нашей квартиры. Тут ее отняли, и мы теперь пополнили отряд бомжей. Они стали бомжами в прямом смысле слова. Когда пришли судебные приставы, 70-летние старики оказались на улице. Все, что смогли – в спешном порядке раскидать вещи по друзьям и соседям. После скитались в поисках съемной квартиры. Нашли крошечную однушку на маяке. Вот в этой комнате мы спим все втроем. Здесь бабушка спит, здесь я, а здесь дедушка. Хотелось бы свою комнату. Пенсионеры говорят, давно бы купили другую квартиру. Были бы деньги. Кстати, пункт о возврате средств пожилым супругам есть в решении суда. Только выплачивать их, конечно же, никто не спешит. Получилось так, что Евсеева практически заняла квартиру бесплатно. Она ничего нам не платит. Она успела оформить квартиру на детей, оформить дарственную. Это еще учитывая то, что она недееспособная, да, это все у нас принимается. А дети говорят, мы вам ничего не должны, идите займиться. Ну, открытым текстом. Тем временем пенсионеры вынуждены перебиваться с копейки на копейку. За съемную квартиру они платят 13 тысяч рублей, при том, что у Марьям только пенсия 12. Чтобы купить продукты, занимают деньги у друзей. Говорят, помогают бывшие соседи. Но самое обидное, из-за отсутствия прописки им выписали штраф. Мы заплатили за то, что мы жили без прописки, штраф вот за двоих 8 тысяч. Прописаться негде и появляется куча проблем. ЕДК нам дудки оформить мы не можем. С ребенком была проблема, мы ее не могли, как сироту поставить в очередь на квартиру в жилищном фонде. Обязательно требуется городская прописка. 14-летняя Лера все мечтает поскорее вырасти. Говорит, заработает денег и купит старикам квартиру. Но пока это лишь мечты. В реальности оставшиеся без крови люди обивали пороги всех возможных структур – чиновников, правоохранителей. Только внимания на них никто не обратил. Оренбургские пенсионеры оказались никому не нужны. Миллион триста стоит однокомнатная квартира. Хоть собрать. Да какой там собрать, когда второй на хлеб не хватает. Не то, что собрать-то. Юлия Гафарова, Владимир Семенов. Наше время. Можно ли оказать помощь 70-летним старикам, оказавшимся с внуками на улице без копейки за душой? Мы написали запрос в Министерство социального развития области. Ждем ответа. И просим чиновников и правоохранителей вмешаться в ситуацию. Также проблему пенсионеров сегодня мы обсудили с юристами. Я бы порекомендовал в любом случае обратиться в правоохранительные органы. Именно то лицо, которое первоначально владело квартирой, которое квартира в последующем вернулась, в связи с тем, что она была заключена с лицом недееспособным. В последующем, я так понимаю, что квартира была подарена своим детям. Вот именно эту сделку, дарение, нужно оспорить. Для того, чтобы взыскать денежные средства, надо узнать, имеется ли у опекуна и у лица признанно недееспособным имущество какое-либо, чтобы обратить взыскание. Кроме этого, юристы советуют всем оренбуржцам быть внимательными при совершении сделок купли-продажи. И прежде всего узнавать, сколько квартира сменила владельцев, кто в ней жил и почему продают.